Всем привет, это Infocar.ua и мы находимся во Франкфурте на стенде Мазда. Буквально через несколько секунд начнется официальная презентация. Вы идите и смотрите, а я пока что, ну, на секундочку уединю здесь снова MX-5. Мы уже давно привыкли, что Мазда не арендует во Франкфурте огромные стенды и уж тем более павильоны. Ее площадки обычно одни из самых скромных по площади, и на них обычно не увидишь десятков серийных моделей и суперкаров. Зато мы знаем точно, что если Мазда показывает что-то, пусть это концепт или предсерийная модель, значит совсем скоро этот автомобиль появится в Украине и станет одним из лидеров своего сегмента. Так было с Тройкой, Шестеркой и ЦХ-5. Совсем недавно в Женеве мы познакомились и с новым компактом ЦХ-3, который уже с нетерпением ждут автолюбители нашей страны. Но на этот раз центральное место на стенде Мазда занял очень интригующий концепт. Под названием Каэру, что в переводе с японского означает превышение или выход за рамки. Прототип выполнен в давно знакомом нам стиле кода душа движения. В фирменной стилистике проработана решетка радиатора, фары и широкие колесные арки. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Японцы показали наброски Каэра уже почти месяц назад. И тогда автолюбители со всего мира начали спорить, что это будет за автомобиль. И тогда больше всего мнений было о том, что это будет небольшой компактный кроссовер, что-то типа CX4, между CX3 и CX5. Но когда с этой машины впервые сдернули одеяло, мы поняли, что такой габарит не спрячешь между тройкой и пятеркой, и это что-то больше. Мы нашли на стенде лояльного к нам представителя Mazda, у которого нам удалось выбить информацию о том, что это все-таки концепт будущей модели CX7. То есть, да, той модели, которую у нас сейчас на рынке начинают забывать. Давайте вспомним, почему. Прожорливый, мощный, но очень прожорливый двигатель. Это первая причина. Теперь это будет CX7 Skyactiv с абсолютно новым мощным мотором. Сейчас мы точно не знаем, что будет под капотом в CX7, а тем более в CX9. Но нам немножко намекнули о том, что, скорее всего, появится новый мотор в линейке Skyactiv 2.5 с турбиной. Мы можем только догадываться о том, насколько он будет экономичным и насколько мощным. Но по опыту общения с моделями Mazda, я думаю, мы не разочаруемся. Кроме КР на стенде Mazda нету новых моделей. Но одна машинка меня очень интересует. Вот эта, CX3. Дело в том, что ее снимал Слава Матяш. А я вижу этот кроссовер впервые. Но он очень нравится моей жене. И я не могу не проверить, смогу ли я в случае покупки такой машины сесть за руль. И удивлен, над головой больше места, чем во многих люксовых внедорожниках. Я бы так смело сказал. Это B-класс. И я, честно говоря, даже не могу назвать таких вот главных существенных конкурентов CX3. Ну, типа Peugeot 2008. Может быть, Volkswagen Polo Cross. Но, опять же, это все немножко не то. Итак, я так понимаю, это топовая комплектация. Потому что тут есть обшивка панели кожезаменителем. Контрастная красная строчка. Кожаный руль. Имитация карбона. Не худшая, я бы сказал, в своем роде. И, в общем-то, место здесь, ну, так, нормально. Уютно то, что высокая линия стекла. Очень уютные мягкие кресла. Которые, несмотря на то, что мягкие и комфортные, все равно обнимают спину. То есть, боковая поддержка есть. Как для японского бренда, это серьезный плюс. Ну, вот сзади, понятно, за мной уже не сядет. Не сядет такой человек с моим ростом. Но детей или ребят с ростом до 1,75 м посадить запросто можно. Я надеюсь, что здесь будет установлена та же мультимедийка, что в Mazda 3. Она нам тогда очень понравилась. Как помните, напоминает BMW. В том числе, благодаря вот этому вот элементу управления. КОНЕЦ